Всем привет, дорогие друзья! Друзья, вы на канале Отличник Лайв, и сегодня это вторничное видео, которое будет выходить буквально каждую неделю. Во вторник и четверг это видео по проекту Advanced Real Play. Как всегда, в описании есть ссылка на этот проект, на котором я играю. Есть IP-серверы, есть промокод Ливонька, который вводите при регистрации и получаете от меня призы. Соответственно, сегодня игровой видеоролик. Желаю всем приятного просмотра, готовьте чаюху, и погнали! Говоря о том вообще, как так вышло, что я начал играть на проекте Advanced Real Play Green, я знаю об этом проекте давно, да в принципе-то я и начинал с него, когда уходил с Даймонда, поэтому этот проект мне по-своему родной. Но говоря о родном, Advanced, конечно, не так часто обновляется, и сегодня у нас, конечно, шоковый день, потому что онлайн на грани сейчас перевалил за 400, но правда сейчас отметка 341. Вот, говоря об этом, вышло недавно обновление семей. Обновили полностью все, добавили новые семьи, возможно создать семью и возможность там вести какие-то войны, что ли, вести какие-то некоторые там мероприятия и так далее. За это вам будут давать бонусные очки, и вы, соответственно, сможете в дальнейшем разнообразить свою игру. Так вот, сегодня я хотел именно сделать обзор этих обновлений, и начать, конечно же, с домашних особняков, которых добавили у нас целых 6 штук. И я вам покажу первый семейный дом, который добавили на проекте Advanced Roleplay. Он находится прямо в центре Лос-Антоса, недалеко от Мэри. Это дом, который уже купил один известный ютубер на проекте Blue, и нечаянно его слил. Это был такой резонансный случай. Но, да ладно, как мы видим, вот такой прекрасный дом, хата. Но я, к сожалению, не могу в него войти. Кстати, чтобы создать семью, нужно заплатить 3 миллиона долларов, поэтому эти деньги у меня есть. И ради вас я готов создать семью и приглашать вас играть вместе со мной. Поэтому обязательно вводите промокод, начинайте игру вместе со мной, и участвуйте во всех семейных делах на проекте Advanced Roleplay Green. Так, и сейчас я вам покажу дом номер 2, который находится у нас немножечко в другом месте. Для этого мы пролетим и будем телепортироваться по меткам. Обнаружим мы этот дом, конечно, недалеко от церкви в городе Сан-Фьерро. Он выглядит буквально таким образом, буквально точь-точь так же, как и дом в Лос-Антосе, но, конечно, некоторые различия есть. Все равно ее обширнее. Ну и место у него, конечно, значительно отличается по сравнению с другим домом. Ну вот, я не состою в семью, поэтому не могу зайти. Давайте посмотрим теперь третий семейный дом, который находится буквально тоже недалеко. Это такая у нас треугольная призмочка. Точнее четырехугольная, потому что в основании квадрат. Вот. Тоже не могу войти, к сожалению. Здесь вот есть просторная инта. Можно войти, побегать. Но дом выглядит, конечно, ошеломительным образом. Вот такой вот пиковая башня. Сюда можно приземлиться на вертолете, поделать фоточки и так далее. Переходим к четвертому дому, который находится у нас. Тоже, ну, недалеко, я бы вам сказал. Где-то в Лас-Вентурисе, по сути. Нет, он находится в Поломинокрик, да? Нет, он находится здесь. Он находится здесь, недалеко от банка. От банка на другом проекте. Вот. Именно на этом чекпоинте сделан дом. Ну, вот это, конечно, вообще лакшери хаты, потому что это целая, целая империальная башня, потому что на нее открывается вид на весь, по сути, Лос-Сантос, на весь Миддлтон. И, ну, безусловно, башня приятно выглядит. Идем дальше. Пятый дом сейчас обозрим. Сейчас глянем, пятый дом, где находится. Он находится у нас в Лас-Вентурисе, как я понял. И оставшийся дом тоже должен там находиться. Сейчас мы долетим и глянем вообще, как он выглядит. Ну, выглядит он примерно так же. Это сделано нечто в виде какой-либо новостройки, либо в виде какого-то офисного здания, которое есть в Москве там, например. Но задумка интересная, мне нравится. Ну и шестой дом, последний, который мы сейчас найдем. Этот дом будет находиться также недалеко у Лас-Вентурисе, возле Каллигулы. Это та же империальная башня, только у нас вход через пирамиду Хеопса. То есть тоже, мне кажется, неплохой вариант. Считайте, пожить со своими семьянинами и почилить в этом домике. Ну, неплохо. Давайте же сейчас создадим нашу семью, которая будет называться, я пока еще не решил как. Мы сейчас в процессе создания этой семьи. Она стоит 3 миллиона долларов. Еще раз повторюсь. И создавать семью надо в мэрии. По-моему, можно в любой мэрии. Не обязательно, что в Лас. Но я решил создать мэрию Лас. Заходим сюда в City Hall. Добегаем. И, значит, можно использовать только английские буквы и пробел. Ну, стоимо создание семьи 3 миллиона долларов, создадим и назовем ее, наверное, Семья. Давайте подумаем, как же можно ее назвать. Ну, так и назовем. Отличник с фэмили. Давайте попробуем ввести идентичное название моему каналу, только добавим немножечко множественного числа этому названию. Сделаем отличники. Никак, да? Только английские буквы. Ну, давайте сделаем просто отличник. Итак, мы создали семью. Теперь для управления необходимо ввести команду фэмили и фэм для общения по рации. И слушай фэм для общения по рации семьи. Ну, слушай фэм это понятно, можно написать QQ. Безусловно, тут никто меня не увидит. Но давайте осмотрим вообще управление семьей. Итак, в основной информацией пишется семья. Состав ее от 1 до 10 человек. Но мне кажется, это очень мало, потому что на многих других проектах как минимум делают 50 человек. Я считаю, нужно расширить это число. Но, возможно, это сделано из-за того, что какие-то ивенты ведутся. Поэтому. Но топ 20 семей уже, к сожалению, мы наверняка не сможем занять даже десяток. Но постараться все-таки стоит. Если вы активный игрок, играете вместе со мной на 20 роликах. То вы можете писать мне либо в комментариях, либо на почту. Либо ловить меня где-то на грине. То я восприму безусловно семью. И мы с вами поиграем. И найдем какие-нибудь интересные вещи. Значит, семейные очки начисляются за суммарно онлайн семьи каждую полночь. За участие в мероприятиях гонки пап казаки. Доставку специальных кейсов. Каждый день вот в такие вот часы. Выполнение ежедневных заданий. И топ 1 получает отображение названий семьи. Рейтинг обновляется раз в час. Хорошо, эта информация мне ясна. Участники понятно. Квартира семьи. Понятно. Так, нужно, кстати, найти семейный дом. Мне интересно. А семейный дом, в общем, может быть моей квартирой? Потому что у меня есть моя хата. Где интерьер делал совершенно уникальный. В следующем видео я покажу, как правильно вообще все это обустроить. Ну да ладно, транспорт семьи можно приобрести, кстати. Улучшить семью можно. Домашняя аптечка, чат, выбор цвет чата. Оформление субсидий, видимо, для дома шкаф. Ааа, вот оно что. То есть я могу увеличить число участников до 50, но только за деньги. Ребят, если эта тема зайдет, и если кто-нибудь перевалит, и если мы убьем эту отметку за 50, и если мы убьем отметку набора мою семью за хотя бы 10 человек, то тогда, соответственно, я увеличу это количество. Логи действий. Ну, безусловно, у нас их нет. Переименовать и покинуть семью. Давайте ГПС семьи пробьем. Мне просто интересно стало, что вообще можно поделать. Так, к общественным местам это нельзя отнести. Скорее всего, семейные дома. Давайте глянем. Мне кажется, этот семейный дом относится не только к какой-то одной семье, потому что так бы было и как-то нелогично. Давайте сюда попробуем зайти. 10 миллионов долларов стоит квартира для моей семьи в этом доме. Ребят, пишите в комментариях. Я обязательно найду где-то сумму денег, и мы создадим с вами семью, и начнем развиваться. Но для меня это, конечно, шок и нонсенс. Ну все, семью мы создали. Я думаю, что на этом наша серия не подходит к концу. Я вам покажу квартиру свою и вообще, как, в принципе, ее можно обустроить. Я говорил уже в прошлом видеоролике, который выкладывал совсем недавно, о том, что на грине можно, и не только на грине, но и на всех серверах проекта Advanced Roleplay, создать свой уникальный интерьер. Просто покупаете квартиру с возможностью установки улучшения и меняете планировку на свободную. Затем заходим. Там надо закупить еще второй материал будет. И просто вот таким образом накладываете свои на слои и делаете свой индивидуальный интерьер. Тут пространство, кстати, абсолютно не обусловлено, и, по-моему, ограничений нету. Ну, как я знаю, вроде ограничений нет. Вот эта стена, ее, кстати, можно подправить. Сейчас мы, наверное, этим и займемся. Нажимаем планировка дома. Нажимаем мелкий ремонт. Нажимаем реплент. Кликаем на эту конструкцию. Нажимаем на билд. И двигаем ее, получается, туда, чтобы у нас не было вот этого зазора какого-то. Не знаю, как он у меня появился здесь, но я думаю, если вы строитель, там у вас какой-то есть желание создать желаемую квартиру в реальной жизни в Сампе, там, например, то вы с легкостью можете это сделать на том проекте, на котором я играю. Так вот, стенку мы поправили. Но я сделал такую простятскую хату, чисто хата стримера, хата ютубера, потому что здесь вот я сделал это такой воображаемый хромакей синего цвета, поставил себе кроватку и так далее. Ну, сами понимаете, ничего примечательного особо здесь нет. Ну, есть, конечно, гаражик, но я пока не закупал никакие автомобили в свой гараж, вот, поскольку не так часто, катаюсь на автомобилях, которые у меня стояли в гараже. Я часто просто создаю себе машину и катаюсь на ней, вот как сейчас создал мотоцикл, потому что у меня есть ютуберская админка. Вот, покатались, вышли и ушли. Так вот, идем теперь далее. Так вот, ребят, в этом видеоролике мы создали семью на проекте Advanced Low Play Green. Вы можете начинать игру вместе со мной, регистрироваясь по промокоду Levanti. Он вам даст небольшие приятные фишечки и бусты при достижении пятого и третьего уровней. Поэтому, если вы хотите начать игру вместе со мной, переходите по ссылкам в описании, и видео теперь будут выходить каждый вторник и четверг по проекту Advanced Low Play. Спасибо большое за просмотр, всем хорошего настроения и приятного дня.